Всем привет! Сегодня делаем очень нежные и вкусные хачапури. В миску насыпаем муку, добавляем немножко соли, сметану и кефир. Добавляем яйцо и все хорошо перемешиваем. Тесто очень липкое, поэтому поверхность тщательно присыпаем мукой. Выкладываем тесто и начинаем слегка вымешивать. Все время при надобности подсыпаем муки. Сделаем руками лепешку и посыпем содой. Начинаем тесто складывать конвертом, при этом все время подсыпаем муки, так как оно очень мягкое и липкое. Тесто опять раскатываем и второй раз складываем конвертом. В последний раз опять присыпаем мукой, раскатываем и складываем конвертом. Всего складываем три раза. Откладываем тесто и за это время оно распухнет и станет как дрожжевое, а в это время примется за начинку. Размешиваем яйцо и добавляем тертый сыр, у меня моцарелла и зерновой творог. Все хорошо перемешиваем. Чтобы начинка была погуще, добавила немного муки. За это время тесто подошло и стало очень пышным и мягким. Я его разделила на четыре одинаковые части. Делала лепешки и формировала качапури. Все делала руками, потому что тесто очень мягкое и липкое, при этом все время присыпала его мукой. Делаем качапури. Руками сделала лепешку, в середину положила начинку и собрала с краев и аккуратненько сформировала маленькую лепешечку. Все надо делать очень аккуратно, потому что тесто очень мягкое и легко располагается, поэтому я работаю руками. Лепешку аккуратно переложила на сухую горячую сковородку. Рукой аккуратно сделала ее потоньше. У меня в одном месте образовалась маленькая дырочка и я посыпала мукой, чтобы не вышло начинка. Готовится качапури по 3-5 минут с каждой стороны под крышкой до готовности, до золотого цвета. Готовую качапури выкладываем на тарелочку и смазываем сливочным маслом. Качапури по этому рецепту получаются очень нежные, мягкие, просто беденые. На следующий день подогреть их можно в микроволновой печи или в тостере. В микроволновке они получаются мягкими, а в тостере хрустящими. И в том и другом случае они очень вкусные. Посмотрите, какие они мягкие, мягкие, нежные, нежные. Они действительно очень-очень вкусные. Я вам обязательно рекомендую их приготовить. Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием! Радуйте себя и своих близких! До новых встреч с новыми вкусными рецептами! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok